Добрый день, меня зовут Микаэл Губански. Я занимаюсь лучевой терапией, вопросами о лучевой терапии в Каролинском центре. И я немного поговорю о работе нашего центра, о протонной терапии, и организация шведских лечебных центров имеет некоторые различия, отличия от русской. И надо сказать, что центр протонной терапии находится во владении, под контролем семи университетских центров. Наиболее интересным аспектом нашей работы является то, что планирование осуществляется в самих центрах. Это и сканирование, и диагностические процедуры, и планирование терапии. И это довольно привлекательная концепция, потому что программа, которая занимается диагностикой пациентов и принятием решений относительно стратегии ведения пациентов, также решает, какое лечение назначить. И данная система работает на национальном уровне, и многие врачи из разных регионов страны могут выступить со своим мнением, со своей экспертной оценкой. И таким образом решение принимается на национальном уровне. После этого пациенту назначается лечение в национальных клиниках. И пациент направляется в тот центр, где и будет проводиться лечение, где и будет проводиться терапия. И это распределение проходит на локальном уровне. Перед нами кабинет для проведения протоновой терапии. В этой клинике у нас есть возможности для проведения сканирования, скан лечения, скан терапии. Протоны, как вы знаете, обладают определенными физическими характеристиками, отличающимися от таковых у фотонов. И они обладают определенной способностью проникновения на ту или иную глубину в ткани. И это может быть как преимуществом, так и недостатком данного метода. И таким образом, в тех случаях, где опухоль имеет неравномерную толщину, здесь, возможно, какие-то погрешности в лечении. Большинство из процедур, которые мы проводили, в основном использовались при лечении пациентов педиатрических, с глионами и доброкачественными опухолями. У нас довольно много опыта накоплено лечения пациентов с краниоспинальными опухолями. Как правило, нашими пациентами являются дети, ну и есть несколько взрослых пациентов. Кроме того, мы занимаемся опухолями органов головы и шеи. И большинство из наших пациентов имеют аденокистосные опухоли. Некоторые из наших... Кроме того, работаем с пациентами с опухолями грудных желез. И, конечно, перед нами классический пример применения протоновой терапии. У нас есть некоторые возможности по предотвращению пролиферации. Многие опухоли, которые... Многие из наших пациентов имели опухоли головного мозга. И протоновая терапия позволяет нам достичь органосохранения в области... При опухолях в области гиппокампа. Перед нами пациент с обширной опухолью. И запомните хорошенько это изображение, потому что в настоящий момент происходит смена парадигмы, связанная с протоновой терапией. И возможности ее применения. Да, обратите внимание, таргетная область здесь довольно большая, довольно обширная. Кроме того, мы много работаем с пациентами с опухолями органов малого таза. И в паравертибральной области. Опять-таки, опухоли внутренних органов. Еще один пример. Паравертибральной области. Это регион, который является проблемным, очень сложным. Он располагается непосредственно под диафрагмой, поэтому в этой области наблюдается, конечно, какой-то объем движения, двигательная активность. И здесь необходимо всегда определять, насколько велика подвижность опухоли. Препаратурная терапия – это особенно важно. Что касается онкологии головы и шеи, опухоли головы и шеи, перед нами результаты, перед нами план терапии протонами по сравнению с МРТ. Однако основные преимущества, которые мы имеем, это при одностороннем лечении. Перед нами результаты лечения, результаты фотоновой терапии, протоновой терапии. Сейчас я вернусь к этой теме. И мне хотелось бы сказать еще несколько слов о наших пациентах с опухолями грудных желез. Как правило, данный вид патологии не является показанием к протоновой терапии. И, однако, есть довольно небольшая группа пациентов либо с определенными анатомическими особенностями, как-то протоновая терапия показана. Как правило, данный вид лечения применяется в тех случаях, когда органы мишени располагаются довольно неглубоко. Еще один хороший пример протоновая терапия при ДИМОМе. Двигательная активность здесь довольно небольшая. Как правило, протоновая терапия при лечении рака легких может быть проблемной. Опять-таки, вследствие двигательной активности. Еще одна ситуация, где протоны могут нам пригодиться, это повторное облучение. То есть, соответственно, это пациенты предварительно пролеченные. Например, как в этом случае, вы видите здесь исследование, исследование, которое показывает, что пациентам давалась повторная лучевая терапия в средней дозе 66 грей. И, соответственно, вы можете убрать дозу с самых чувствительных регионов. И, соответственно, при помощи протонной терапии мы можем с такими пациентами гораздо лучше справляться. И то, что касается головы и шеи, вы можете использовать протоны и протонную терапию. И вот это как раз ситуация, которая показывает там, когда протоны являются оптимальными, протонная терапия является оптимальна. Например, параглиома. Вы видите, что ее раньше лечили вот с этой стороны. И вот это план применения протонов. Если мы будем комбинировать дозы, то мы увидим, что мы даем вот такую новую терапию, новое лечение с противоположной стороны. И вот здесь основной вклад протонов – это как раз повторное облучение. Это как раз где у нас есть затронутая контролатеральная сторона, или у нас есть терапия, которая не очень близко расположена к критическим органам. Потому что когда мы планируем повторную терапию, так скажем, в непосредственной близости к критическим органам, то тогда протоны не так хорошо себя зарекомендовали, как новые техники, такие как АМТ, ВИМАТ и так далее. И если у нас рецидив несколько дальше от локализации, где перед этим отдавалась лучевая терапия, тогда протоны могут нам помочь. Вот это исследование, которое сегодня уже упоминалось, это одно из исследований, которые мы проводим на данный момент в Стокгольме. Это исследование по повторному облучению в области головы и шеи. Это как мы здесь используем ВИМАТ, используем протоны, и исследуем их воздействие на опухоли головы и шеи. Еще одно исследование, которое уже сегодня также упоминалось, когда речь идет о опухоли головы и шеи, это рандомизированное исследование для ранних раков миндалин. Вот вы видите, что здесь мы выбрали пациентов для односторонней терапии, и их будет рандомизировать либо на ВИМАТ, либо на протонную терапию. И надо сказать, что это будет огромная разница для этих пациентов, потому что дозы распределяются абсолютно по-разному. Если вы посмотрите на сравнение, которое уже мы провели, то вы увидите, что по большому счету околоушная железа и ее не очень хорошо можно сохранить при помощи протонной терапии. Не очень большая разница здесь для пациента, но большая разница видна, когда мы говорим о центральных структурах, такие как структуры языка, которые могут быть очень важны, особенно когда пациент сталкивается впоследствии с такими проблемами, как потеря вкуса или речевой функции. И, соответственно, это может быть также очень серьезной проблемой, когда мы говорим о лучевом остеонегрозе или после лучевой терапии. И мы, на самом деле, сегодня не знаем, как это также влияет на вот эту зону, на зону сосудов, на сосуды и на, в общем, всю эту зону с точки зрения развития остеорадионегроза. Может быть, мы сможем также какие-то фарингеальные структуры сохранить и, возможно, также структуру носоглотки, и тогда мы получим определенные различия для пациентов. Но, тем не менее, мы, конечно же, рискуем, подвергая пациентов гораздо большей токсичности для кожи. Вот это примеры с разными объемами опухолей. Вот здесь вы видите, что, как правило, концентрация идет в центральных частях, либо в ротовой полости, либо в расстоянии в контролатеральную ротоглотку. Еще один вопрос, это как вы будете планировать свою терапию. Вот это, так скажем, набор возможных решений для лечения опухолей ротоглотки. Здесь, вы видите, были некоторые исследования симуляционные, которые говорят нам о том, что мы можем сохранить околоушную железу при помощи протонной терапии. Но, тем не менее, есть определенные риски. Например, если вы используете вот это, вы не скажете, конечно же, здесь, что вы можете сохранить околоушную. А здесь вы проходите через ротовую полость, и это означает, что вы, в общем-то, теряете некоторые преимущества, которые вы могли бы получить в протонной терапии. Но здесь вы также сталкиваетесь с некоторыми проблемами, такие как подвижная мишень. Здесь есть припухание, здесь могут быть такие моменты, как сглатывание, подвижность языка. В общем и целом, я думаю, что в основном терапия будет вот здесь или вот здесь, вот в таком формате. Важная информация, важный посыл заключается в том, что парадигма сегодня меняется, когда мы говорим о протонах, потому что традиционно протоны мы использовали как бустер, и мы использовали также его для небольших опухолей, например, основания черепа. Но надо сказать, что самое большое преимущество с протонами мы получаем, когда мы их используем для больших объемов. Сергей задавал вопрос о том, можем ли мы использовать протоны в качестве бустера. Я полагаю, что сегодня гораздо лучшие методы есть. Брахиотерапия, например, ВИМАТ, стереотактическая терапия, они дают нам гораздо лучший буст. С протонами мы можем преуспеть, если мы говорим о больших объемах. Но все должно быть стабильно с точки зрения подвижности мишени, и все нужно монетарировать очень хорошо, когда мы говорим о таких сложностях, как припухание, отеки тканей и так далее. Спасибо. Спасибо. Спасибо за очень интересное сообщение. Есть ли вопросы в зале? Если нет вопросов, то можно я задам пару вопросов, которые действительно очень для нас... Я задам несколько вопросов, которые очень важны для нас. В прошлом году, это было в прошлом году в Санкт-Петербурге, была сделана презентация о педиатрических пациентах с пенгемомой. И по европейскому опыту токсичность протонной терапии у этой когорты пациентов была приблизительно на 5-7% выше по сравнению с токсичностью от внешней терапии, лучевой терапии, возможно, потому что биологию не так хорошо мы знаем с протонами, да? Поэтому задавался вопрос, есть ли преимущества у пациентов с эпидемомой, если она рядом располагается в структурах мозга, надо ли их лечить при помощи протонов? Каково ваше мнение? Очень хороший вопрос, потому что я полагаю, что эпидемома и педиатрические пациенты, они, конечно же, их надо как раз лечить протонами, но существуют определенные аспекты, касающиеся определенных локализаций. Все зависит от того, как вы планируете. это означает, что биологические эффекты протонов просчитываются один и два по сравнению с фотонами. Вариабельность у нас несколько выше стандартной кривой. если вы создаете некий план, вы должны быть очень внимательны и должны анализировать концы пиков с тем, чтобы они были направлены на критические органы. Иногда вам нужно выбирать углы, и иногда эти углы кажутся не очень логичными на этапе планирования, если вы думаете о фотонах, например, но из-за вариабельности биологических эффектов протонов вам придется на это взглянуть немножечко по-другому. Два поля, например, не должны иметь пики в одной точке в непосредственной близости к критическому органу. Должны быть одно поле, которое проходит через него с пенумброй. То есть, по большому счету, ни одна система планирования не дает нам идеальных инструментов для анализа этой ситуации в рутинной практике. Но у нас есть физики, которые анализируют все эти тенденции на рутинной, на повседневной основе с тем, чтобы мы могли избегать подобных отрицательных эффектов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok